Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «За бортом». Приятного просмотра! Кейт Салливан – овдовевшая мать-одиночка, которая воспитывает трёх дочерей. Женщина доставляет пиццу и собирается сдать экзамен на медсестру. Старшая дочь Эмили стесняется того, что мама забирает её из школы на машине с эмблемой пиццерии. В то же время избалованный миллиардер Леонардо Монтенегро развлекается на своей роскошной яхте. Эгоист не отвечает на звонки тяжело больного отца. Несмотря на это, старик собирается именно ему передать свою строительную компанию, что совершенно не радует старшую дочь Магду. Ведь этот плейбой, в отличие от неё, ничего не соображает в бизнесе. Но упрямый старик уже принял решение и попросил Магду вернуть сынка домой. Кейт рассчитывала, что мама поможет ей присмотреть за детьми, пока она готовится к экзамену. Но эгоистичная 70-летняя женщина решила, что попробовать играть на сцене театра для неё сейчас важнее. Из-за этого Кейт пришлось взять детей в офис, где она подрабатывает уборщицей. Уложив дочерей спать, она наконец могла приступить к учёбе. На следующий день Кейт вызвали почистить ковёр на яхте мексиканского богача. Она не удержалась и показала подруге Терезе роскошный интерьер каюты. Оказалось, что Леонардо всё это время был в кровати и слышал их разговор. Но не обиделся. Зато при этом рассказал Кейт, что волосы у неё плохие, да и черты лица какие-то крупноватые. Тут же миллиардер приказал уволить повара за то, что он как-то скучно готовит. Когда Леонардо игрался с девицами, к яхте подъехала Магда. Дурачок уже фантазирует, куда потратить состояние. Например, купит футбольный клуб. Ему повезло, что папа его любит больше, чем сестёр. Лео приказал Кейт принести ему фрукты. Но женщина заявила, что она ему не служанка. Она здесь для того, чтобы почистить ковёр. Ладно, твоё дело. Ты уволена. Причём миллиардер отказался платить, несмотря на то, что Кейт уже всё сделала. Работникам понравилось, что блондинка назвала их босса высокомерным ублюдком. А я ведь был вот-вот настолько близок к тому, чтобы позвать тебя с нами в джакузи. Леонардо приказал отчаливать, но девушка не смутилась. Она отказалась спрыгивать с яхты, пока и не заплатят. Тогда подлец просто столкнул уборщицу, ещё и выкинул в воду все её вещи. Леонардо помахал ручкой и напомнил беднячке, что он, в отличие от неё, живёт прекрасной жизнью. Кейт уволили из фирмы. К тому же, она теперь должна 3000 долларов за пылесос. У неё на счету осталось всего 42 бакса. Придётся искать ещё одну работу. Леонардо же целый день веселился. Вечером он обнаружил, что закончились презервативы. Пьяный богач стал бродить по палубе в поисках резинок и вскоре нашёл заначку. Правда, на обратном пути свалился за борт, и его крики никто не услышал. Утром Леонардо проснулся на берегу и грязный в халате побрёл по городу. Мужчина увидел копа и почему-то побежал на утёк. Его поймали и положили в больницу. У Леонардо амнезия. Он не помнит даже, как его зовут. Зато паршивый характер остался при нём. Хочу медсестру посимпатичнее. Она самая красивая. Магда приехала в больницу, чтобы опознать брата. Но когда услышала, что память к нему может так и не вернуться, сказала, что не знает этого бездомного мужика. Кейт через две недели выселят из дома. Она приехала на работу и увидела новость о том, что в их больницу попал бездомный с амнезией. Женщина узнала негодяя и собралась поехать к нему, чтобы выбить деньги за выполненную работу. Но ведь он не помнит, кто она такая. Тереза придумала, как извлечь выгоду из этой ситуации. Повар подделает документы, а девочки достанут старые фотографии. Здравствуйте. Добрый день. Я здесь, чтобы забрать мужа. У него амнезия. В больнице все рады, что наконец избавятся от этого мудака. Для Леонардо же стало полной неожиданностью то, что он женат уже целых 15 лет. Хорошо, что Кейт взяла с собой свидетельство о браке. А еще паспорт и фотографию с их медового месяца. Несмотря на это, Мажор все отрицает. Но на яхте он успел показать уборщице свою татуировку на заднице. Кейт о ней вспомнила. И это стало главным доказательством того, что они все-таки женаты. Кейт привезла Лео к себе домой. Я нищий? Да. Дочки обняли любимого папулю. Непонятно только, почему они на него совершенно не похожи. Кейт соврала, что муж бесплоден, поэтому пришлось обратиться к донору. Зато он настолько дорожит своей семьей, что устроился аж на три работы. Бывший алкоголик не пьет уже три года. Он потому и очнулся на пляже, потому что сорвался. Леонардо не поверил в то, что он живет такой отстойной жизнью. Поэтому решил просто сбежать. Но Кейт его быстро вернула обратно. Она взяла мужские вещи у мужа Терезы. Поэтому Лео решил, что раньше он был еще и жирным. Пока жена готовится к экзаменам, все дела по дому лягут на его плечи. Для начала Лео нужно будет научиться, а точнее вспомнить, как готовить еду. Эмили хочет, чтобы на этого мужика повесили присмотр за ее сестрами. Тогда бы она смогла тусоваться со своими друзьями. Но Кейт не собирается доверять ему своих детей. Сам Лео уже ждет женушку в спальне. Но оказалось, что напившись, он на 30 дней отлучил себя от постели. Такие вот у них правила. Лео будет спать на раскладушке в гараже, а рано утром поедет на работу. На рассвете мужчину подобрал муж Терезы и познакомил со своей бригадой рабочих. Ведь Лео все эти годы работал строителем. Тем временем Магда купила погребальную урну и насыпала туда золы. Она выдала этот мусор за прах Леонардо, которого в море якобы растерзала акула. Хитрая женщина добилась того, что отец оставит корпорацию ей. Наблюдение за дохликом, который не может справиться с тачкой, отлично поднимает мексиканцам настроение. Домой Лео вернулся, выжатым как мочалка. Он что-то невнятно бормочет и не может прийти в себя. А ведь через пару минут ему придется приниматься за домашние дела. Сегодня Леонардо проявил инициативу и приготовил вкусную пасту по рецепту из журнала. Кейт не дает ему продохнуть ни минуты. Помыв посуду, мужчина отправился выгуливать собаку и убирать за ней какашки. Следующий рабочий день выдался таким же адом. Зато Кейт наконец могла проспать целых семь часов. Леонардо подсознательно чувствует, что должен жить как богач, на которого он работает. Хлюпика поучает мужчины из бригады. У него есть достойная работа, терпеливая жена и три дочки. Что ему еще от жизни надо? Леонардо призадумался и по дороге домой купил Кейт мороженое. Он пообещал жене, что будет стараться. При этом мужчина все еще рассчитывает затащить ее в постель раньше срока. София любила Леонардо куда больше сестры и решила проверить информацию о погибшем брате. Он же тем временем получил свою первую в жизни зарплату. Лео вернулся домой пораньше, и Эмили рискнула оставить сестренок с этим незнакомцем. Кейт увидела дочь в бассейне, отругала ее и помчалась домой. Но оказалось, что она зря переживала. Леонардо и девочки веселились, смотря американский футбол. Также он решил дать пару советов, как разговаривать с вредной старшей дочерью. Леонардо не потерпит, чтобы его затыкали. Он пашет как раб, чтобы обеспечить семью. Он добытчик. Мужчине нужно было проветриться и успокоиться. В итоге Лео пришел на собрание бывших алкоголиков, потому что чуть не сорвался и не пошел в бар, чтобы напиться. София выяснила, что ни на кого акула в последнее время не нападала. Если бы где-то появилась акула, я бы узнал первым. До свидания. Вечером Леонардо вернулся домой и извинился. Он захотел помочь жене подготовиться к экзамену и предложил взять ее смену на работе. Подобная забота растопила Кейт сердце, и она разрешила мужу остаться в доме и поспать на диване. У Лео вдруг проснулись отцовские чувства, и он забрал Эмили из бассейна, когда увидел ее рядом с мальчиком-спасателем. Я не дам тебе разрушить жизнь из-за какого-то рыжего озабоченного самца. Он гей. Среднюю дочь Оливию мужчина пришел поддержать во время футбольного матча. Ну а младшую Молли научил кататься на двухколесном велосипеде. Девочка надеется, что этот папа от них никогда не уйдет. Магда увидела пустую кровать и решила, что папа наконец умер. Но господину Монтенегро наоборот стало лучше. Несмотря на это, он все равно собирается передать ей управление компанией. Кейт сдала экзамен и теперь хочет отпустить Леонардо. Он уже сполна вернул ей долг. Женщина собиралась во всем сознаться, но псевдомуж доготовил очередной кулинарный шедевр и позвал детей за стол. В чем же таком ужасном ты хочешь сознаться? Кейт не смогла нарушить такую идиллию и соврала, что у них сегодня годовщина свадьбы. Супруги отправились отмечать праздник в бар. После, стоя на причале, Кейт не удержалась и поцеловала Леонардо. Эту ночь они провели в одной постели. Бригада закончила строительство бассейна. Глянь, руки как у настоящего мужика стали. Ты правда? Лео, как обычно, собирался отправиться за покупками и обнаружил в бардачке презервативы, которые в тот злополучный день нашел на корабле. Видимо, жена ему изменяет. Кейт решила, что настало время во всем сознаться, но Лео не верит женщине. Да и дети ей не помогают, ведь им нравится их новый папа. Тем временем Тереза вызвала огонь на себя. Якобы это ее презервативы, и она изменяет мужу с покупателями. В общем, признание Кейт сорвалось, и, судя по всему, ей придется врать Лео до конца жизни. Тут же позвонили насчет экзамена. Кейт справилась и теперь может идти работать медсестрой. Семья с друзьями отправилась праздновать это радостное событие на пляж. Один из работников яхты узнал босса и отправил фото капитану корабля. Семейство Монтенегро как раз собиралось развеять прах Леонардо, но прощание с родственником пришлось отменить. Кейт поблагодарила друзей за помощь и призналась Леонардо в любви. Этот мужчина изменил ее жизнь к лучшему. Семья заночевала прямо на пляже. Вернувшись домой, они увидели крутую тачку, из которой вышел господин Монтенегро со своими дочерями. Привет, пап! София! Магда! Лео даже не заметил, как вспомнил своих родственников, но потом вышел из дома и понял, что вспомнил все. Он Леонардо Монтенегро. Мужчина так рад, ведь у них с Кейт теперь есть куча денег. Хотя никаких их на самом деле нет. Эта женщина ему не жена, это та самая вредная уборщица. Леонардо осознал, что все это время его использовали. Кейт и эти девочки ему никто. Но богачу почему-то так не хочется покидать этот дом, хотя в нем нет ни единой его вещи. Кейт попыталась извиниться, но так и не подобрала нужных слов. Все девочки расплакались и, подбежав к машине, попросили папу не уезжать. Молли сколько могла ехала за Лео на своем двухколесном велосипеде. Заплакал в машине и сам Леонардо. Грустный миллиардер вернулся на свою яхту к своей прежней жизни. А отец снова собирается передать компанию сыну, а не дочери. У Лео как раз появилась первая идея. Фасовать цемент в мешки не только по 40 килограмм, но и по 15. Богач на личном опыте знает, как тяжело их таскать на спине. Кейт узнала, какой фигней занималась ее мама, вместо того, чтобы помочь ей с внучками. Женщина оправдывалась тем, что жизнь коротка, а ей всегда хотелось попробовать играть в театре. Кейт поняла, что мама в принципе была права. Она должна попробовать вернуть Лео. Мажор тем временем спустился на кухню и рассказал помощнику Колину, как ненавидел тех богачей, на которых недавно работал. Теперь он не знает, какой из миров ему ближе. Утром Лео решил вернуться к любимой женщине и развернул яхту обратно. Отец очень рассердился на него. Тут же София рассказала про сестру. Она узнала, что Магда умышленно оставила Лео в больнице и соврала, что он умер. Вдруг мужчина услышал сигнал, который доносился с другого корабля. Это Кейт, она нашла его. Но отец снова развернул яхту, и они стали уплывать от семейства. Лео не сдался и прыгнул в океан. Так же поступила и Кейт. Они плывут навстречу друг другу. Вдруг мужчина остановился, когда услышал угрозу отца лишить его всего наследства. А компанию он перепишет на Софию, за то, что Магда подло оставила брата одного. Не так я себе представляла этот момент. Большинству людей не выпадает шанс выбирать между любовью и деньгами. Леонардо немного поторговался, и узнав, что не получит ни цента, всё-таки выбрал Кейт. Хотя даже муж Терезы попросил его ещё немного подумать. Мобби! Заткни свою пасть! Сама заткнись, милая! Леонардо признался Кейт, что никогда не был богаче, чем когда жил с ней. Мужчина вернулся к уже привычной жизни скромного семьянина. Но вот однажды к нему приехал Колин и сообщил, что яхта всё ещё принадлежит ему, потому что отец подарил её сыну на день рождения, и она стоит не меньше 60 миллионов. Лесос? Конечно же... Долларов, мэм. Вскоре Кейт и Лео женились по-настоящему на своей 60-ти миллионной яхте.